Смартфон OnePlus One – первое устройство от китайской компании OnePlus. Новинка по возможностям и аппаратной начинке соответствует флагманским устройствам этого года, и при этом она стоит в 1,5-2 раз дешевле, чем аналогичное предложение от конкурентов. Смартфон имеет достаточно крупные размеры, рамки вокруг экрана большие. При этом в ладони OnePlus One лежит как влитой за счет большого размера корпуса и нескользкого пластика задней панели. Корпус устройства выполнен из металла, пластика и стекла. На лицевой стороне находится разговорный динамик, датчики освещения и приближения, информационный светодиод. Под экраном располагаются три аппаратные сенсорные клавиши. На тыльной стороне располагается блок из объектива основной камеры и светодиодной вспышки, а также отверстия микрофона. На нижней грани находится основной микрофон, спаренный вызывной динамики, разъем microUSB. На верхней – разъем для подключения проводной гарнитуры и третий микрофон. На правой грани расположены клавиши блокировки, на левой – слот для карты SIM и качелька регулировки громкости. Форма кнопок и запас хода позволяют легко управлять смартфоном вслепую. Диагональ экрана, выполненного по технологии TOL, равна 5,5 дюймам, а разрешение – 1920х1080 пикселей. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, хорошую равномерность черного поля, равный sRGB цветовой охват и хороший цветовой баланс. К недостаткам – низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана. Качество экрана можно считать высоким. Разговорный динамик радует качеством звука. Громкость также высокая, но не запредельная. Для большинства условий ее будет достаточно. К качеству вызывных стереодинамиков претензий нет. Даже при воспроизведении на максимальной громкости треков с обилием низких частот из них не доносятся ни скрипы, ни металлический скрежет. В смартфоне нет приемника FM-радио. Нет в нем и аудиоплеера, помимо Google Play Music. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 5 Мп, а тыловая – 13 Мп и может снимать видео в разрешении 4К. Чтобы запустилась программа управления съемкой, достаточно на экране нарисовать пальцем окружность. Интерфейс приложения для фото и видеосъемки OnePlus One лаконичен. Меню настроек подробное и удобное. Камера и программа управления стартуют быстро. Также быстро разрабатывает система автофокуса и получаются фотоснимок. OnePlus One поддерживает все современные стандарты передачи данных, в том числе 3G и LTE. Смартфон оснащен модулем NFC. Этот модуль используется для эмуляции банковской карточки, бесконтактных платежей, обмена данными между устройствами и распознавания меток. OnePlus One работает под управлением CyanogenMod, одной из самых популярных прошивок для смартфонов на базе Android. CyanogenMod содержит все, что есть в Android 4.4.2 и даже чуть больше. Здесь можно задавать действия на короткие и длинные нажатия на сенсорные клавиши. Можно отключить сенсорные клавиши. Можно настроить расположение и набор иконок для экрана блокировки, расположения биджетов и приложений. Внешний вид прошивки и скорость ее работы оставляют положительные эмоции. Смартфон оснащен однокристальной системой с четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 801 с частотой 2,5 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти. Что касается производительности, то OnePlus One не уступает конкурентам, а в отдельных тестах превосходит результаты флагманов других компаний. Несъемный аккумулятор емкостью 3100 мАч обеспечивает до 9,5 часов автономной работы в режиме просмотра видео и до 2 часов 45 минут в режиме 3D-игр. OnePlus One не лишен недостатков. Это и малое время автономной работы, и несменный аккумулятор, и отсутствие слота для карт памяти. Но приятный внешний вид, хорошее качество сборки и мощная аппаратная начинка позволяют говорить об устройстве как о полноценном флагманском смартфоне. Не самым последним преимуществом новинки перед конкурентами является невысокая стоимость. Это лучший смартфон в среднем и верхнем ценовых сегментах рынка по соотношению цены и возможностей. Субтитры создавал DimaTorzok